всем привет у нас сегодня такой чудесный день во всей россии очень холодно морозит по 20 градусов а у нас плюс 15 солнце на солнце я не знаю мне кажется вообще все 20 но я иду до речки до речки сочи и тут такой приятный ветерок есть и поэтому не очень жарко а если находиться там где нет ветерка и на солнце то можно раздеваться вообще просто жарко очень красиво сейчас камеру вам переверну такие большие деревья уже здесь речки выросли вообще все должны вырубать по идее чтобы не было подтопления ему в пятнадцатом году летом был очень сильный дождь сутки шел ливень просто то есть прям сутки был ливень и очень сильно подтопила речку после этого здесь вырубили все то есть вообще ничего ничего и много лет подряд сделали эти работы с полностью вырубали все кусты эти кусты уже вот вымахали до таких деревьев что они перестали здесь чистить что естественно ведет допустим большие бревна сверху будут лететь с горы после дождей и все это будет уцепляться будут заторы и могут быть из-за этого подтопления центр города река сочи чистая водичка многие меня спрашивают про то какой выбрать мольбер для начинающих я расскажу какие у меня есть мольберты и что что я покупала первым и так далее у меня вот большое количество мольбертов 4 штуки начнем с самого первого которое я купила это вот такая тренога она очень легкая алюминиевая ножки выдвигаются она становится высокой здесь тоже поднимается штанга ну по моему максимум 80 сантиметров можно вставить сюда холст по высоте по ширине естественно можно разный но большие холсты она не очень будет уже устойчиво стоять то что все таки особенно если вы вытянете ножки она будет немножко такая легковатая но ее она складывается на компактная ее можно брать с собой куда-то на пленэр и так далее я до сих пор часто на ней рисую дома в том числе она вот такая у меня вот уже вся скажем так не очень чистая да еще я сделала такой для нее лайфхак сейчас покажу где-то у нее эта штука вот такую сделала полочка для нее это просто несколько картонок обернутых бумагой или скотчем каким-то наверное скотчем и обклеенных скотчем обычным просто вот сюда вставляется то есть я под размер вот этих штучек выбрала чтобы я могла сюда ставить работы меньшего размера чем вот этот разлет между этими частями можно конечно их поднять вот сюда выше но допустим иногда я хочу так сидя писать за столом работу и менее удобно если маленькая работа наверху стоит и естественно вот такая полочка мне очень помогает вот она уже даже в краске измазанная то есть просто такая полочка делается легко так сейчас чаще всего я пишу вот на этой на этом станке скажем так от гаммы а он тоже по моему максимум восемь сантиметров сюда берет у него есть разные виды наклонов то есть он может скажем так сейчас я вот эту беру треножку вот здесь крутится да и он может наклоняться вот немножко то есть вам нужен больше наклон или он полностью собирается то есть эти ножки был иск нему стопподнимается он двигается вот туда вверх вот полностью да время верх может а вот до этой границы то есть вот как шуруп идет вот до сюда до шурупа доедет то есть это дополовину так он поднимается это полочка если вам нужно стоя писать. И, естественно, вот эта тоже штука двигается и опускается. Удобная вещь, очень устойчивая, такая тяжеленькая, но она и место больше, конечно, занимает, даже в сложном виде, чем вот эта треножка. Так что, не знаю, для начинающих, я думаю, вот это самый лучший будет вариант такой треножки. Она недорогая, я ее на Алике заказывала. Я думаю, можно что-то там найти, сейчас не очень дорогое и вполне, скажем так, бюджетное. Есть, конечно, вот такая у меня лира маленькая. Ну, это вообще смешная вещь. Я думаю, это просто больше для демонстрации картин. Она не подойдет для того, чтобы писать. Она чуть-чуть будет нажим, она складывается, она неустойчивая. Не знаю, для того, чтобы писать, я бы ее не стала выбирать, этому малышку. А если где-то в интерьере выставить свою работу, то вполне даже неплохая вещь. Для этого я, в принципе, ее использую. Ну, есть у меня еще здоровый, сейчас я уберу холст, здоровый такой станок у меня есть, огромный. Тоже он в виде лиры сделан, то есть складывается плоско. То есть вот аналог вот этой, то есть так вот он примерно складывается, становится плоским, но, естественно, большого размера, да. Он тоже имеет вот тут наклоны различные, то есть можно его наклонить. Там есть полочка, куда можно положить краску, когда ты пишешь, сюда ставится холст. Эта вещь тоже поднимается. Вот тут, видите, есть такие зазоры, можно поднять ее до определенной высоты. И вот этот на холст максимум 120 высотой. Вот у меня холст 100 на 80, вот это 100, то есть 120 сюда вполне влезает, но по ширине, естественно, любой какой-то другой. Этот станок, можно так уже сказать, да, то есть уже не очень это на мольберт похоже, хотя это мольберт, потому что станок это все-таки вот что-то вот такое с устойчивой, с устойчивыми ножками, это станок. Есть и такие большие станки, тоже с устойчивыми ножками, но они, конечно, место занимают вообще углубо, потому что их невозможно сложить. На нем я ничего еще вообще не писала, потому что у меня просто места нету его разбирать. И все вместе с картиной, и все большие картины я пишу на стене, то есть я на стену креплю картину такую большую и пишу, это намного меньше места занимает. Но, как бы, такая вещь у меня есть, и она неплохая, то есть я выбирала, что можно было выбрать цена-качество и компактность. Вот это самая классная вещь мне показалась, добротная, тоже это гаммовская штука. Но я вам все-таки рекомендую для начинающих купить, вот как я купила, вот такую треножку. Она недорого стоит, мало места занимает, даже если вы бросите потом писать, как бы, она не будет сильно много места занимать. И удобная вещь, можно ее брать с собой на пленэр. То есть она легкая, компактная достаточно, складывается. Мне ее привезли, она была в таком еще чехольчике, так что, в принципе, чехольчик с ручками для переноски. То есть это такая вещь, скажем так, наверное, самая оптимальная для начала. А дальше вы потом поймете, какого формата вы пишете, насколько большой вам нужен станок, да, то есть есть меньше вот эти станки, поменьшего размера. Я взяла такой, потому что он берет с себя 80 сантиметров холст, что мне, в принципе, достаточно устраивает, да, то есть достаточно большой холст, я могу на нем писать, не доставая вот этот большой станок. Потому что, в принципе, он у меня все время стоит в уголочке. Место у меня, сами видите, мой маленький офис, это такой маленький балкончик, что особо тут не развернешься. А особо места у меня нет больше в квартире, где вот это все выставить, еще картину на него поставить большую. Поэтому, если большая картина, то это на стене в основном я делаю так больше, получается более компактно. Так что вот такой ответ. Кто хотел узнать, какой мольберт лучше купить начинающим, вот такую треножку. Ну и заодно показала вам, что у меня есть, какие у меня есть станки. Все они пользованные, вот видите, активно я рисую, хотя я их стараюсь там мыть, но все равно они через какое-то время приходят, такой вид не очень чистый. Конечно, все это можно еще оттереть растворителем, но это надо потратить время, которого у меня не особо нет. Но я не очень люблю все это, я люблю, чтобы было чистенько, но времени у меня нет. Вот получилось, чтобы подсохла краска, и уже просто так ее не стереть надо. Долго растворителем мучиться. Ну, все это можно почистить. Вот я тут уже чистила, видите, лак счищается, получается, потому что они все лакированные, эти деревянные штучки. Ну, тоже вот я довольна этим станком, если вы уже хотите что-то большое писать, и вам не нужна мобильность какая-то, вот, и вы уверены, что вы будете писать, я вот рекомендую этот станок. Высота, то есть максимальная высота картины 80 сантиметров. Они есть разные, под разный размер, естественно, будут они более компактные, да, и полегче. Он так достаточно тяжелый. Тоже складывается, но все равно много места занимает вот этот самый компактный. Ну, конечно, вот эта малышка тоже компактная, но это ерунда, она для рисования не подходит. Только демонстрация. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ему хотели создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем The following Вот субтитры I made Субтитры создавал DimaTorzok Димагpants П lunch Затем Райд Субтитры создавал DimaTorzok С喝инаTorzok Одни laugh поштучно. Их присылала в таких коробочках. В них вот такие ячейки. И они сверху накрыты вот такими крышечками. Я их просто несколько крышечек склеила, обрезала по форме. Точно так же сделала с вот этими вставками. Их тоже приклеила на картонку двусторонним скотчем. Где-то вот пришлось что-то проложить, чтобы более-менее повыше был уровень. И сюда просто кусочки пастель я складываю. И здесь еще второй слой тоже, он такой вот прослойкой. И здесь вот лежат, они по-моему, да, они даже не зафиксированы. Вот такие коробочки в них присылают пастель обычно. А, нет, это я ничего не приклеила, они так сделаны. Пролон и вот такие дырки. Вот. И сюда я складываю кусочки пастели, потом прокладываю. Сухая пастель, она очень-очень хрупкая, очень, ее надо бережно, скажем так, везде лучше 10 раз. То есть вот так друг на друга я буду ставить эти палеточки. И потом они плотно тут закрыты. Плотно закрыты крышкой, они там не будут, пока я буду нести это, буду потрястись, но ничего не случится. И при рисовании я вот эти убираю. Это ставлю сюда, в эту подставочку. И убираю эту крышечку. Получается вот такой наборчик полностью доступные мне цвета. Еще пару складываю сюда карандашиков, таких небольших, каких-то огрыжечек, черный, белый и, может быть, какая-то сепия. Ну, такой цвет, какой-то цвет коричневый. Вот. И вот так вот нахожу на пленэр. Получается вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот я собрала наборчик На пленэр возьму такой Блокнотик, я про него уже как-то рассказывала Это 20 на 20 По-моему что-то такое Бумага Палация Я ее покрыла все этими Тут даже какие-то скетч-от у меня есть Она вся покрыта Таким абразивом Какой-то американский у меня Я забыла какой у меня уже там Специальный Такой абразив для пастели Гладкая бумага И пастель не очень хорошо будет за нее цепляться Ну будет цепляться, но будет упадать А с этим абразивом будет намного лучше Вот такой наборчик с собой возьму Листов достаточно и вот такой пастельный У меня и наборчик получился Я собрала все подряд Не стала конкретно делать для чего-то Вообще рекомендую собирать пленэрный набор Смотря куда вы идете Если вы идете в лес, там будете рисовать То выбирайте больше, естественно, тех цветов Которые вы в лесу увидите И море рисовать тоже Так как я его просто собрала, чтобы он был Я напихала все-все-все цвета Какие только возможно Ну по минимуму, да, сколько взяла И вот такие вместо карандашиков У меня вот такие Твердая пастель Господи, я забыла какая-то пастель А, да, Фабер Кастл Твердая пастель такая Она практически как карандаши Вот белая и черная Два такие кусочка возьму Ну и тут разные абсолютно есть пастели у меня И шминки тут много попалось И что у меня тут есть Американская пастель какая-то, да, у меня есть По-моему, по-моему, всего-всего Вот белых разных взяла в вариациях Это сенелье, по-моему Это шминки белые Это такие светлые С сероватым оттенком Но их можно вместо белого тоже использовать Есть вот такие светло-желтые даже И это тоже светло-бежевый такой цвет Чуть-чуть он испачкался Пастель очень, конечно, пачкучая вещь Ну, я так распределила Тут зеленые оттенки Тут все, что относится к голубым А здесь серые разные Серо-розовые, серо-голубые Серо-дашки фиолетовые есть Здесь немножко фиолетовых, да И таких розовых Здесь красные Теплых розовых у меня тут Почему-то не получилось Практически теплых розовых никаких Все холодные Но у меня просто не было их Были только из набора большого Я что-то решила оттуда не брать Пастель Может быть, я решусь все-таки продать Половину этого набора Потому что я особо пастель не рисую Может, кто-то захочет купить И сейчас это все очень дорого стоит Кто-то, может быть, захочет Хотя половинку купить Вот так вот Так что пойдем А там уже посмотрим Если получится, там поснимаю что-то Если нет То уже покажу Вон, что готовое получилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет всем! Сегодня у меня чудесный день Удалось провести пикник на море Сегодня поплыет чудесный, ветра нету Море тихое Тепло И удалось даже чуть-чуть порисовать Вот Так что такие дела Естественно, все увидите во влоге Так что смотрим Что у меня получилось Какие-нибудь картиночки Естественно, все картиночки Можно будет купить Если вас что-то заинтересует Пишите мне на почту Или в комментарии под видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот пришла мне бумажечка Извещение Сегодня пойду получу денежки Вот 3734 рубля Это компенсация за потерянную посылку Я вам про это уже рассказывала Перед Новым годом Мне пришло уведомление Что Как бы Они мне выплатят компенсацию И вот Пришла вот такая бумажечка То есть Если бы не новогодние праздники Может это и быстрее было бы еще Это площадь искусств Сочи Такие вот нам тут Грандиозные конструкции поставили Я видела, как их монтировали Но, конечно, все это было недоделано И мы пришли посмотреть, как это все светится В темноте Еще, конечно, не очень темно Но вон как уже красиво Там художественный музей И здесь вот такая площадь Просто шикарные какие-то арки Резные, все расписные Я не знаю Красота Наверное, когда темно Вообще будет красота В темноте видно, что вот они разных оттенков Все эти штучки Голубой Есть цвет розовый Очень красиво Очень праздничный Красота Красота Пальмы Сочи Какие лавочки Можно тут присесть Красота 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 Красота